Новая система светофоров путает водителей. Схема, установленная по поручению отдела ЖКХ города, предназначена для завершения маневров транспорта в сторону 15-й магистрали. Местные власти уверяли, система разгрузит дорогу и в два раза сократит количество ДТП. Тем не менее, новый светофор стал причиной крупного дорожно-транспортного происшествия. Теперь следствие не может выяснить виновника аварии. Валерий Егоров водитель со стажем. В режиме руля он уже 21 год. За все это время 40-летний карагандинец ни разу не нарушал правил дорожного движения. Однако на прошлой неделе он попал в ДТП. Авария, которая случилась 17 мая на 15-й магистрали, в жизни Валерия первая. В это время с правой стороны слезы чайки на перекресток. Вижу, что двигается красный Volkswagen Golf. Буквально там, это доли секунды. Я оцениваю ситуацию. Смотрю, Golf не останавливается. Я смотрю, горит зеленый сигнал светофора. Ну, Golf продолжает двигаться. Я в последний момент соображаю, что он едет на красный. Я смотрю опять. Я еду на зеленый. Я ему начинаю моргать фарами, клаксоном, даю сигнал, чтобы он остановился, чтобы я мог его объехать. Ну, он продолжает двигаться. И я в последний момент уже ухожу от толкования, от удара. И боком его цепляю своей машиной. На этих кадрах можно четко увидеть, как Валерий проехал на запрещающий сигнал светофора. Однако возмущенный водитель говорит, что во время аварии с его стороны горел зеленый свет. После случившегося виновник аварии обратился в компанию «Караганда Автотранссервис», которая осуществляет контроль за светофорами. Подходим и спрашивает сотрудник, как так получилось. Возможно такое, что он ехал и ему навстречу, не навстречу, а со второстепенной стороны тоже двигался. Он говорит, да, здесь светофор настроен таким образом, что с моста загорается, кто едет с города, с моста загорается красный сигнал светофора, а в противоположной еще горит там 2 секунды, по-моему, или я не буду утверждать сколько, горит еще некоторое время зеленый. То есть я на этот зеленый ехал. Вот ситуация такая. Но мы, говорит, его сейчас перенастроим и все. В результате ДТП пострадал пассажир, который находился на заднем сидении «Фольксваген Гольф». Пострадала пассажирка, которая сидела сзади него. Но она вышла, на видео видно, что руку почесывает, что, ну, видать, это удар какую-то обстойку, может, получила. Затем он мне звонил и сказал, что она получила сотрясение. Но в больницу ее не положили. К слову, так как въезд на путепровод запрещен, данная система установлена для завершения маневра грузового транспорта в сторону объездной дороги. Таким образом, уверяет власти, число аварий и пробок на карагандинских дорогах станет в два раза меньше. Однако, по словам местных водителей, новая система светофоров их только путает. Чтобы разузнать более точную информацию, мы обратились в управление дорожной полиции города. Однако там давать какие-либо комментарии отказались. Дело по факту ДТП направлено в суд. Судебное разбирательство состоится уже 31 мая. У Валерия Егорова есть всего неделя, чтобы доказать свою невиновность. Мужчина готов идти до конца.